Продолжение следует... Кризиса что происходит? Поведение потребителей более-менее предсказуемо. И как мы себя ведем? Рынок растет такими-то темпами. Сегменты разные этого рынка чувствуют и ведут себя таким-то образом. И мы можем определенным образом предсказывать это поведение. Что происходит в кризис? Происходит некое смешение всех этих вещей. Предсказать, какие сегменты с определенной долей вероятности достаточно сложно. То есть планирование от достигнутого на самом деле во многих компаниях меняется и многие компании начинают планировать. Каким образом? Кто знает? Кто сталкивался с этим в прошлый кризис? Слышали такую вещь, как сценарное планирование? Вот и я столкнулся с такой ситуацией, что маркетинг и продажи начинают планировать не от достигнутого, а делать определенные сценарии развития ситуации. Причем делают три варианта сценариев. Худший, средний и оптимальный. Вы знаете, все время вспоминаю слова Дерипаски. Был на конференции, сразу вот кризис с 2008 года, когда с газом получился вот облом очень сильный. Он выступал и говорит, вы знаете, ну думали, что коммерческие автомобили упрадут процентов на 25-30. Они у нас упали на 82%. Мы даже ни в один самый жуткий сценарий не могли заложить такого падения. Я просто к чему? К тому, что в кризис меняются принципы работы, продажи, маркетинга и меняются принципы планирования. То есть очень часто люди переходят на сценарное планирование. Какие принципы сценарного планирования? Кто знает? В чем оно заключается? Если то, если будет так, то будем вести себя вот так. Если будет так, то будем вести себя таким образом. Семарное планирование достаточно сложное. А если необходимо, у меня есть компетентный персонал, который вам сделают или вы сами? Ну хотя бы, вы знаете, на пальцах не так, когда совсем загорится все. Ну вот смотрите, никто стратегическим планированием не занимается. Ну почти никто. Ну что ж вы так плохо про нашу стратегическим планированием не занимается. Все занимаются тактической выживаемостью. Это то, что вы называете сценарным планированием. Абсолютно. Все отталкиваются от того, что может произойти. Да. Это нормально, абсолютно. Просто все это немножко по-другому. Итак, господа, есть два аспекта. То, что я говорил, хотел бы напомнить. Внешний аспект и внутренний аспект. Как следствие изменения внешних обстоятельств, что возникает, то, о чем мы только что говорили, это сложность прогнозирования будущей ситуации, исходя из прошлого опыта. Первое. Второе. Сложность планирования поступления денежных средств, потому что меняется поведение клиентов, да, и меняются каналы. Третье. Наложение внешних обстоятельств, то, о чем мы говорили, на модели работы самой компании. Вы знаете, и очень важная вещь, вот пятая, это психологическая неготовность руководства к быстрым и нестандартным действиям. Как вас зовут, напомните. Владимир. Владимир, то, о чем говорил, вы знаете, большинство компаний занимается фактически оперативным выживанием. Если до кризиса это оперативное выживание имело большое поле для деятельности, то сейчас очень сильно оно сузилось. Если ты не понимаешь своих среднесрочных и краткосрочных целей, а действуешь просто как тушитель пожара или пожарник, то затушив один пожар, у тебя возникает масса, так скажем, пожаров в других местах. И очень часто руководство оказывается придавлено вот этим объемом проблем просто вот к земле. И с ликвидностью что-то нужно решать, и с падением мотивации персонала нужно что-то решать, и с изменением поведения поставщиков что-то нужно менять, и с изменением цены что-то нужно решать. А очень часто люди оказываются просто не готовы к такому объему проблем. Ну и как следствие непонимание, что происходит и что нужно делать дальше. Вы знаете, вот вы, ну я не знаю, я даже не знаю как это назвать, не пессимист, а вот как там анекдот, реалист. Да, вы говорите, что вывели 8 миллиардов из Сбербанка, сейчас эти деньги проели. 80 миллиардов. 80, да. Эти деньги проели и дальше будет хуже. Но на самом деле, вы знаете, что опрос высшей школы экономики, что вот разговоры с бизнесменами показывают такую вещь, что люди как-то вот не готовятся к худшему. Почему-то вот мы привыкли верить в том, что завтра все-таки будет чудо какое-то. Вы не смотрите телевизор, и все будет тогда у вас по-другому. Вы знаете, я не смотрю телевизор, вообще нет времени смотреть телевизор. Министерство населения смотрит эти каналы, и им сбивается голову по всем этим мультиплексам, да, о том, что у нас все хорошо и ничего не происходит по большому счету. Это самое страшное. Я бы поспорил. Спорьте, давайте, для того мы и собрались, чтобы спорить здесь. Не глядя, не глядя в телевизор, да, то есть вот ни одно предприятие большое, да, производящее что-то, там, сырьевое или не сырьевое, не собирается завтра закрываться. Но оптимизм, то есть нет. Вопрос не оптимизм, ни один не собирается завтра закрываться. Никого нет мысли. А сейчас скажу, знаете, здесь возникает аспект, который вот сюда можно добавить. Давайте с внешними аспектами, да, то, что в кризис больше приходится заниматься, больше работать на отложенную продажу. Потому что все говорят о том, что мы будем делать инвестиционные проекты, да, то есть улучшится ситуация, мы будем это делать, давайте прорабатывать. И вы занимаетесь, вы работаете, делаете проект, техническую проработку делаете. Когда ситуация выровняется, вы начнете эти проекты реализовывать. А если сейчас, в кризис, вы позволили себе расслабиться, и заниматься исключительно такой сиюминутной выжилаемостью, да, вот здесь, сейчас, ну да, вы выживете, но потом вдруг неожиданно выойдете из кризиса и обнаружите, да, что клиент ваш, да, на которого вы не нашли время в момент кризиса, он где-то в другом месте купил то, что собирался. А вы по выходе из кризиса вдруг неожиданно провалитесь в продаже. То есть вы вышли, все начали расти, а вы чего-то нет. Вы знаете, я вот здесь... Я с этим тоже согласен. Я хочу дальше вступить, и на самом деле... Только здесь, извините, я просто перебью. Коллега думает, что мы выживаем, мы не выживаем, мы растем. Мы увеличиваем продажи, но мы просто понимаем реальную ситуацию, которая есть. Мы занимаем долю рынка, которую мы не занимали, да, по каким-то причинам, за счет эффекта, скажем, низкой базы. То есть с низкого старта, да, в начале? Да, с низкого старта нам легко развиваться. То есть мы приходим туда, куда раньше по какой-то причине не приходили, да. Все здорово. Вот когда мы достигнем предела насыщения, да, и наша корпоративная культура не позволит нам дальше расти, и мы вовремя не сумеем повысить свои компетенции, тогда да, тогда будет тяжело. Но до этого еще, вот скажем, нам далеко. Вы знаете, я еще одну вещь отметил. Ну вот, как консультант работаю с разными клиентами. Мелкие, средние, крупные компании. Пример. Кондический производитель, ну он там пятерку или семерку крупнейших производит до кризиса. Говорю, ну какие там цели? Ну темпы роста там условно там 10%. В прошлом году у них падение рынка было минус 2%. Я говорю, какие цели? Ну цели, чтобы хоть сколько-то расти. Я говорю, а в чем стратегия? А угадайте, в чем стратегия? Я говорю, а вот какая стратегическая цель? Вы знаете, 67 линий, мне эти линии нужно загрузить. Я как сидел, так и со стола чуть не свалился. Я говорю, а какая цель? Говорю, а очень просто. Уже настолько огромное производство. Я говорю, ну может быть доля рынка, так скажем, объем продаж. Говорит, да, объем продаж уже важен. Но говорит, ты знаешь, в бизнесе настолько все переплелось, что важно загрузить производство. Я говорю, и это цель бизнеса? Он говорит, ну наверное это не цель, но все-таки это цель. Мне важно, чтобы все линии работали. Я говорю, ну вот там маржинальность продукции. Ну да, важно, чтобы не уйти в минус, так скажем. важно, чтобы был определенный объем но самое важное, чтобы у меня работали люди, я говорю, а зачем вам это? Да ты не представляешь, что такое найти специалиста, а потом его уволить. Я говорю, ну если же это неэффективно неважно эффективно, неэффективно а это относительно стратегических целей до кризиса, а в кризис тем более